Здравствуйте, мои дорогие любители, сценицели парфюмерии! Я очень рада вновь вас всех приветствовать на моем канале! Те, кто видит меня впервые, наверное, вы уже поняли, что здесь у меня все про парфюмы, про духи. Зовут меня Элла. И сегодня у нас видео распаковка. Распаковка моего нового аромата. Аромат, который очень ждала, хотела, ждала, когда будет скидка. И это мое знакомство с для меня новой почти маркой. И один аромат мы уже с вами, дорогие мои, распаковали. Сегодня распакуем второй шикарный аромат от марки Atkinsons. Так что, кому это интересно, оставайтесь сегодня со мной. Кто еще не подписан на мой канал, но если вы любите парфюмы, любите вкусно пахнуть, подписывайтесь. Всегда всем очень рада. Ну и, как всегда, устраивайтесь поудобнее. И поехали! И, друзья мои, сегодня у нас в видео распаковочка моего нового аромата от английской ниши марки Atkinsons, который я сама вот как бы продолжаю знакомиться. Это второй аромат, который сейчас у меня появился в моей коллекции. И сегодня мы вместе с вами распакуемся. Сегодня я вам расскажу, поделюсь своими впечатлениями. И называется он Pirates Grand Reserves. То есть, это, если перевести, над английским мы им не смейтесь, но если перевести, то это как большая пиратская резервация или большой пиратский заповедник. Кстати, напишите, кто знает, как правильно художественно перевести эту фразу. Ну и, конечно же, что-то про пиратов, как я понимаю. Оформление этих ароматов, конечно же, очень красиво. Вот такая огромная коробка, посмотрите, я вам уже делала одну распаковку. Кстати, я вам сказала, это второй аромат, первый аромат мы вместе с вами распаковывали. Я сделала видео, кто его не посмотрел, обязательно посмотрите, выложу где-то ссылку, потому что там я рассказывала историю вот этой прекрасной английской ниши марки Atkinsons, которая насчитывает уже более 200 лет. Вот так на всей коробке написано Atkinsons London 1799, то есть, можете посчитать, сколько лет этой марки. Я подробно о ней рассказывала в том видео, повторяться не буду. Ну а сегодня мы откроем вот этих пиратов видео. Знакомцы, такие распаковки всегда волнительные. Я их очень люблю, надеюсь, вы тоже любите. Давайте начнем распаковывать. Но хочу сказать, что этот аромат, конечно, приобрела с хорошей скидкой, хотя марка Atkinsons для ниши у парфюмерии, может быть, не очень дорогая, но все равно не бюджетно, поэтому ждала скидку июль месяц. Это день моего рождения. Мне дали индивидуальную скидку, но это не подарок. Я его просто вот, ну, купила. Подарок на мой день рождения мы с вами распакуем в другом виде. Я вам покажу, что я себе подарила на день рождения. Ну и давайте распаковывать вот этих пиратов, вот эту вот пиратскую историю. Давайте очень, конечно, всегда с ручонки дрожат. Аромат обожаю я все это распаковывать. Ну и вам говорила, друзья мои, что первый аромат, который мы распаковали, это был аромат Gold Fair in May. Фар был уже где-то золотой, такой красивый плахон. Мне он очень понравился. Очень красивое оформление и, конечно же, звучание самого аромата. Поэтому, кому интересно, смотрите то видео. Ну и, конечно же, после такого знакомства мне захотелось и дальше знакомиться с ароматами марки. Марки довольно много парфюмов, но вот по нотам выбрала я вот этих пиратов. Мне кажется, это вот должно быть мое пальтишко. Вот такая коробочка. Я в прошлый раз не знала, как ее открывать. На самом деле, это вот целый домик такой парфюмерный. Снимаются вот эти вот боковые вот эти штучки. И верхняя тоже она снимается. Сейчас мы ее снимем, потому что в прошлый раз у меня были проблемы с этим. Ну и вот такой вот парфюмерный домик. Вот так он открывается. Видите, прям как шкафчик для парфюма. И вот этот прекрасный флакон. Знаете, друзья, мой единственный недостаток, это то, что единственный объем 100 мл. Конечно, для меня это очень много. Вот эта книжечка, этот шкафчик такой парфюмерный. Вот эти коробочки красивые. И вот этот флакон вот с такой жидкостью, такого, знаете, она розовато-чайного такого цвета довольно. Видите, такой не коричневатый, а именно такого розовато-коричневатого цвета. Я уже сказала, что недостаток 100 мл. Огромный объем. Конечно же, мне бы хотелось поменьше, но у марки нет других объемов. Все флаконы такие. Очень увесистые, действительно, как фляжка с ромом для пиратов. Вот такая железная крышечка с эмблемой дома, где, кстати, изображены два медведя. Он рассказывал историю вообще, при чем здесь медведь. И вот эта знаменитая эмблема Аккинсона. Она везде и на вот коробочке здесь. Ну и давайте скорее наноситься, потому что мне очень не терпится, правда, честно вам скажу, потому что это была покупка вслепую. Только по отзывам, по нотам, которые я посмотрела на фрагрантике, конечно же, давайте нанесу. Специально ничего не наносила, так, три холостых, как всегда. Хочу так прям вот щедро нанести. Ну и сейчас, конечно же, поделюсь своими впечатлениями. Действительно, первый никогда не пробовал этот аромат, как и тот первый, который мы с вами распаковывали. Gold Fair in Mayford. Ну что вам хочу сказать, друзья мои. Во-первых, этот парфюм, конечно же, из разряда ромово-алкогольных, причем таких, знаете, ромово-гурманских ароматов. На старте это очень хорошо слышится. Есть в нем некая какая-то такая, знаете, брутальность, но при этом это унисекс. Этот парфюм прекрасно подойдет и женщинам, и мужчинам. Вот эти пираты, да, знаменитые. Ну и, конечно же, здесь слышатся такие сладковатые ноты за нотой рома. Ром здесь слышится прекрасная такая стартовая нота. Это такие, знаете, интересные ноты. Я даже слышу какие-то кожаные аккорды, хотя кожи в пирамиде нет. Но вот прям со старта какая-то такая, знаете, дымная кожа. Ром из сладости. Конечно же, нота какао, которая заявлена, ваниль. И сладкий гелиотроп. Это стартовые ноты этого аромата. Пирамида, конечно, очень большая. В базе есть даже дубовый мох. Я думаю, что, может, даже дубовый мох дает вот такое звучание. Здесь старт. Это ром, ваниль, какао, гелиотроп и нота жасмина. Сердце, кстати, нота кедра. Нота кедра, вирджинский кедр, который обычно в базе. Здесь сердце этого аромата. Нота дрока, желтый такой цветок. Очень такой интересный, да. В некоторых парфюмах он используется. Кардамон, пряность, мускатный шалфей и герань. Холодная цветочная нота. Такая принадлежность мужских, обычно, фужеров, мужских ароматов. Ну и база. Мягкий кашмиран, почули, мускус и дубовый мох, о котором я говорила. Не могу понять, почему мне из-за такой, знаете, такая брутальная кожа. Прям вот какая-то кожа. Нет, вот сейчас уже больше, конечно, вычиняется именно мускатный орех, мускатный шалфей, по-моему, даже они, да, мускатный шалфей и нота кардамона, моего любимого даже слышится. Это такая ромовая еще и пряная история. И, конечно же, сладкие ноты, вот ваниль, какао, они тоже прослеживаются. Ну и гелиотроп, он сам по себе сладкий цветок. Вы знаете, я от пиратов ждала чего-то такого более алкогольного. Здесь ром слышится, но он не такой явный, как в некоторых ароматах от Киллиана, например, да, который у меня есть. Но он слышится. И вообще, я представляла себе, что это будет какое-то такое пиратское такое разнузданное разгуле. Вот что такое будет прям явное алкогольное. Но нет, это такое, знаете, какой-то, наверное, пират, оставший от своего корабля, который переел сладостей. Ну и запил, конечно же, выпил достаточно много арома тоже. То есть сладкие ноты слышится. Это такой, знаете, гурманско-алкогольный все-таки аромат. Но пока хочу сказать, что особого такого восторга он меня не вызвал, друзья мои. Я с вами откровенна. Конечно же, когда аромат начинаешь носить, разнашивать, уже что-то меняется восприятие, может быть, что-то другое. Но вот хочу сказать, насколько мне понравилась вот золотая ярмарка в Мейфере, про которую я вот говорила, снимала предыдущее видео. Вот очень, прям с первого за теста я вам сказала, что это просто вот попадание в десятку. У меня были такие эмоции, мне очень нравится этот аромат. И даже в жару я его пытаюсь носить, хотя, конечно, его время более холодное, время года. И этот аромат, мне кажется, тоже более холодное время, потому что в нем есть вот эта гурманика. Не знаю. Вот сейчас даже чувствую ноту жасмина, вот цветочную ноту, может, даже нота герани какие-то. Вообще аромат интересный, он видоизменяется на коже. Вот то, что я сначала, как бы, когда нанесла на руку, слышала вот ром с какой-то кожаной нотой. Кожи, как мы посмотрели, оказывается, в пирамиде это и нет. А вот сейчас уже выщеняются вот и пряности, и цветочные ноты. То есть аромат, он тоже играет на коже. Может быть, и в базе как-то он поменяется. Но пока не скажу, что он мне не нравится. То есть такие ароматы я люблю. Но вот такого особого восторга, честно, не вызвал. Хотя я ждала его с большим-большим ожиданием. Ну, думаю, что, поскольку я люблю и алкогольные ароматы, и особенно алкогольные гурмански, то я думаю, что этот аромат, может быть, поразнашивай. К тому же нужно дать отстояться, как вы знаете, аромату. А я не смогла. Вот я только вчера принесла из магазина. Уже думаю, все-все, скорее-скорее открывать, снимать. И сегодня уже просто вот не терпячка была. Думаю, сниму визу. Хотя планировала снимать другое визу. Вот именно, что я себе подарила на день рождения. Но это будет уже, видимо, следующее видео. Ну, а пока вот этот. Кстати, флакончик, видите, он такой как бы, как и тот. Вот он такой рифленый. Только тот еще был покрыт вот таким вот золотым напылением. Этот прозрачный. Но вообще, конечно, флаконы, это тоже отдельная история. Вот такие, знаете, приличные, такие увесистые. Как и подобает марке с 200-летней историей. Вот эти крышечки. Ну, и, конечно же, ароматы. Я не могу сказать, что мужскую сторону это вот унисекс однозначно. Но как-то все равно меня больше уводит к мужскому вот звучанию, да. На мужчине вижу великолепный этот аромат. Вот ты уже, знаешь, за таком casual стиле, такой мачо. Вот это такой вольготный пират. В общем, но такие ароматы я люблю. У меня есть в коллекции что-то похожее. Я сама тоже смело ношу такие ароматы. Но без атеста, друзья мои, все равно никому не могу посоветовать. Все-таки это ниши нужно тестить. Вот если золотую ярмарку, я прямо вот говорила, что даже без атеста могу посоветовать, многим понравится. Этот аромат уже со своим таким, вы знаете, все-таки характером. К нему нужно приноровиться. Но пока ничего меня не отталкивает, не отпугивает. Сейчас уже, как я сказала, слышится больше мускатный шалфей, кардамон и вот эта легкая цветочность. Но вот эта алкогольность гурманская, она тоже не уходит. Интересный аромат. Я думаю, что, возможно, даже станет потом, перейдет в разряд вот из таких, не понимаю, как к нему относиться, и в разряд любимчиков. В общем, поживем, увидим. Я думаю, что ближе к осени, к зиме, ночную активно носить, и вы о нем еще услышите, ого-го, может быть, даже и хвалебные оды, как я с это говорю. Все, дорогие мои, это была распаковка. Первые эмоции, первое впечатление от моих вот этих вот пиратов, ощущения от этого аромата, от марки Atkinsons. Пишите в комментариях, кто из вас знаком вообще с этой маркой, какими-то ароматами. Может быть, даже есть те, кто знаком с этими пиратами. Мне всегда интересна обратная связь. Пишите, мне уже писали многие, у кого есть ароматы этой марки. Ну, в общем, пишите, что хотите, как всегда. Любые комментарии принимаем, всегда рада. Ну и, конечно же, друзья мои, я вам желаю всего самого лучшего. Надолго с вами не прощаюсь, уже сделала нос. Вот то, что купила себе, шикарное, просто подарок на день рождения. Ну и, конечно, много чего интересного будет. Так что увидимся скоро в моих новых видео. Всех вас люблю. Всех целую. Всего вам самого классного. Всем пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok